Он в сознании, доступен контакту, но находится еще на аппарате искусственной вентиляции легких. То есть он находится еще на управляемом дыхании. Дальше мы будем видеть, как будет развиваться заболевание, как будет идти процесс выздоровления. И будет дальнейшее обследование, лечение. Он будет продолжать в нашей больнице ГКБ номер один. Медикаментами полностью процесс лечения обеспечен. Все обследования лечения делается ему за счет бюджетных средств. Средств родственников не привлекаются. Второй молодой человек был, это курсант Института сухопутных поезд. Госпитализирован был в госпиталь, военный госпиталь. Это бывший 411-й госпиталь с травмами голеней, в состоянии средней тяжести. Сейчас состояние его тоже с положительной динамикой. Продолжает лечение в госпитале. Я хочу сказать сразу, прогнозы в медицине строить очень сложно. Потому что любое заболевание, которое, казалось бы, очень простое и банальное, как бы как перелом, может протекать совершенно по-разному. Поэтому прогнозов, ну, мы не делаем прогнозов.